Сейчас мы с вами еще потренируемся. Это очень важно. Почему? Я не виноват. Беларусь, ну как с опалом. Это не вы мне прислали. Это кто-то прислал и говорит, ничего себе какие дешевые. А знаете почему? Они там считанные рубли стоят у них. Раньше были зайчиками. Их не рубли, они дороже наших. Вот 10 раз. Не знаю, не интересовался. А вот это вот. Тогда я посмотрю, что там такие дешевые эти. Но все равно получается. Вроде бы дешевые. Потом оказалось, что они не дешевые. Ладно. И так тогда я написал. Я написал, я скопировал. И наконец кое-какие данные. Почему меня интересует? Потому что у меня зуб на чиновников. Сейчас объясню. На чиновников. Вы поймете, что у меня зуб хороший. И кстати он вырос. И по делам. Именно на чиновников Беларуси. Вначале я, так сказать, за упокой. Итак, успешно сотрудничать из Беларуси с Россией. То есть то, что попадает из Беларуси в Россию, это они. Тогда получается, если вот сюда нажать, тогда получается, хотите узнать по какой цене, они нам продают дровишки. Подчеркиваю, дровишки. А нет, открылось, слава Богу. Вот. Ну здесь можно сразу это выйти на... Вот. Потом поймете, мы же россияне, а мне за Россию обидно. Абрикосы нажал. Давайте смотреть цены. 1400, 1400, 1400, почти 1500. Вот. Ну и вы уже догадались. Вот эти фотографии. Россияне. 1100. В общем, цены солидные. 1100. Это только абрикосы. Вот. Видели? Вы уже догадались, о чём речили. Все до едины. Фотографии взяты из интернета. То есть у них эти фотографии не делались, значит у них этих плодов нет. А цена 1482. Проверить будем или я уже уже научил этому? Ладно. Это ещё не всё. Итак, возвращаемся. Итак, они ещё и, это, закинули, как это называется, щупальца и в Россию. Так? Вот. И в Россию. Это сих белорусского сайта. Белорусского. Внимание. Это важнейший момент. Потому что нам надо переучивать, а мне не дают. И никакого всероссийского урока, где бы я это всё объяснил, нет и не будет. Я, белорусы, очень честные и порядочные люди. Ну? Ну? Откуда дровишки? Датских, польских, бельгийских, немецких, голландских производителей. Выборцы, саженцев. Поняли, да? Смотрим дальше. Теперь получается, что они выросли. В том числе и в собственных питомниках. Так? Но, меня удивило то, что там вся эта роскошь, все эти фотографии, не новоровные, а как мягко сказать, случайно взятые, случайно с интернета, вот, они показывают, что что-то тут неладно. Наверное, подумал я, у них нет маточного сада. Вот. Я бы сейчас только бы тут вам подробнее рассказал. Внимание. Когда я нажал сюда, видите, вот, вот это вот активировано. Значит, я взял и задал вопрос. Откуда у вас саженцы? Ответ был. Данную информацию я вам не сообщу. А, напросили сами. Только было нажать, и тут же говорят, мы вам сообщим любую информацию, спрашивайте. Ответ наглый, подлый. Данную информацию я вам не сообщу. Фото несет ознакомительный характер. У меня есть это, сейчас чуть подробнее, чтобы меня не считали за кого-то. Вот. Ой, 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 ой. Сейчас мы с вами найдем фотографию двадцать третьего года. Если я сюда успел перенести. Ой, теперь я смотрю-то. Вот где нам надо. Вот здесь, а. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Ага. Внимание. Итак. А, это, это я пытал уральцев, которые, знаете, на, 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 на вишни. Это уральцев я пытал. Та же самая история в фотографии с интернета. Ой, жалко-то как. Значит, на флешке остались. Ой, как жалко. Вот. Вот. Там у меня целая переписка получилась. Ну, тогда давайте верить так. Вот. Фото несет ознакомительную информацию. Тогда я следующий буду. Может быть, потом ниже найдем. Может быть. Ну-ка, давайте. Сейчас, 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 сейчас. Ладно. Пусть будет так. Дальше, скажу своими словами. Можете проверить. Наберите сами. Не лопта. Вот. А, второй вопрос мой был. Так тогда, получается, у вас матрица-го сада нет? Ответ. Информацию не даем. Тогда скажите, это я продолжаю. Тогда скажите, значит, тогда скажите, откуда вы берете саженцы? С какого государства? Я прямо так и написал. Вот. Ответ. Информацию не даем. Точка. То есть, давая информацию, они могли мне навешать лапшу на уши, но почувствовал неладное, они просто отказались со мной беседовать. То есть, они информацию не дали. И что из этого следует? Ребята, из этого следует что? Сейчас я объясню. Итак, мы имеем крупнейшую компанию Беларуси, которая не скрывает, хотя я вывод и делаю, что получают саженцы из-за рубежа. Отказались говорить, есть ли у них матрица-сада, значит, его нету. Правильно? Я же спросил, откуда эти фотографии вначале спросил. ответа не даем. Все. Так вот, другие говорили так, даже еще лучше. С лучших нарубежных производителей. Лучших. Вот. А теперь представьте себе, что все это попадает в Россию, и все доедино умирают. Мы должны об этом знать. Вот. А я почему не ровно дышал? Я отправил, я считал так. Мне нравится Лукашенко. Вот. Настоящий мужик. Вот. Если он доходит до каждой коровы, недокормленной, вот этот действительно хозяин. Я подумал, что ему небезназначено будет садоводство, которое вот эти самые люди подставляют. Датчиков подставляют. Короче, это только последний пример. Таких примеров, помните, я говорю, когда собрал эти примеры, вот, я показал, что там четыре или пять я выбрал для анализа плодопитомников, оказалось, что все они станутся, берут в Польше. А тогда, получается, где же родимые белорусские? Ведь Белоруссия, это же уникальный край. Это же не это, не 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 Бернии, Краснодарский край, где у меня сад. Понимаете? Это гораздо южнее и благороднее. Благороднее. И тогда я написал Лукашенко. Несколько фильмов для этого сделал. Выслал диски с фотографиями невиданными, даже в Белоруссии. Вот. Книгу подарил. Вот. Дошло до заместителя. Мне понравилось. Наши вообще послали меня. по инстанциям и и все с концом. Имеется ввиду администрация президента. Ну начали футболить. А эти нет. Заместитель прочитал. Может Клярк прочитал. Замминистра сельского хозяйства снизошел, ответил. Какая дифрамба я услышал. И оказывается вообще а моя книга это шедевр и все. А дальше извините у нас регламент. Вы против. И ведь прочитали потому что вы железо против ну я сейчас когда-то вам рассказывал показывал вы против обрезок а у нас на этом все построено. Так что простите ну типа нам с вами не по пути. А у книгододачников да замечательно. То есть как бы подсластили пилюли. ладно а я то они не понят самого главного они сидят ничего не делают понимаете вот все это идет с Польши еще южнее не я придумал датские польские бельгийские немецкие голландские они даже этого не скрывают но люди нормально это не знают этого это я раскопал а люди дальше в этих красивых фотографиях ничего не видят и думают им это пришлет вот так получается ребята вот это я хотел сказать и другом месте где-то у меня это есть я это тоже я здесь писал а у меня не сохранилось вот чем беда мне иногда не хочется сохранять и я написал нужен закон и те нужно расписать вот он саженец он ему написано где он произведет и уже когда будет человек видеть что произведено в Голландии он хоть и троечник допустим по географии он еще подумает Россия большая а на Урале в Сибири на Дальнем Востоке если оттуда с Польши дойдет да еще не сгниет по дороге а выдержит она наши морозы с Голландии где зимой футбол играет на зеленых газонах вот это я хотел сказать нужна информация надо специальный закон нужно дать право такому как я не обязательно мне если что ребята покруче меня вот это но уже ну у кого-то лучше получается рассказать как-то более обстоятельно я много раскидываюсь разбрасываюсь и тогда получается мы могли бы я применю слово мы донести до каждого садовода из десятков миллионов и у нас просто-напросто их допустим возят покупать никто не будет зачем покупать то что вырят так ну скоро мы закончим я сейчас хочу это пропустить я конечно поздравляю вот ну это примерно как сказать как если бы сейчас у нас был автомобиль допустим вас перешел бы вдруг на выпуск запорожца о этих самых которые ломались на день по три раза вот вот это примерно то же самое я хочу это оставить в покое так вот это еще один заказ это еще один заказ из 150 черенков вот поработала Юлия Сергеевна замучилась вот это тот самый заказ вот такие они черенки вот скажите как у них качество нормально вот это вся там с молодежи большая ошибка друзья когда серьезные источники пишут берите например взрослых деревьев таких веток взрослых деревьев не бывает будете брать верхушечки размером с карандаш и черта вы не вырастите вот это настоящее садоводство вот это настоящее качество в этом году раньше всех кончатся яблони потом кончатся сливы потом ну груши априкосов у меня достаточно даже персиков достаточно а вот яблони и сливы закончатся довольно рано может быть до нового года так это у меня розмарин сейчас помню зачем я его показываю розмарин розмарин что-то у меня тут тема напрашивалась о память вот не написал ниже о чем буду говорить а вот это я просто показал а вспомнил почему здесь и написано что это фармел что кончился фармел просто не сохранилось последний текст и тут не сохранилось вот теперь гадаю ну это я помню вот фармел а это дочка этого мелбы закончилась терком у меня больше нет это я рассказывал просто случайно повторилось а вот почему вот это есть та самая передача усадьба замечательные женщины мне нравятся больше женщины вот они такие увлеченные они они волшебницы правда задать мой вопрос может быть кто-то из вас вот гомово или не гомово это очень важно ребят потому что что они делают дальше догадались реклама я один пример приведу все равно можно заканчив вот можно заканчив я чуть-чуть подробнее помните эту женщину которую я пытался отговорить раз гомово все-таки ей правда сказали когда она позвонила в журнал и сказали да это гомово ажиотаж утих или привыкли или действительно их запретили вот на пакетах на многих вы знаете у нас много существует разной еды где как бы комбинированно да вы просто возьмите этот бутерброд как он там называет вот такие вот как их только в рот вкладывают я не знаю умудряются проглотить откусить вот такие вот бутерброды а там что-то с гомово а что-то без гомово вот а никто же не пишет правильно и мы этого не знаем я приведу сейчас один пример наверное мы на этом закончим разговор значит когда появилась это самое это возможность с помощью делом медицированных операций совершать чудеса вот появилась генномодифицированная картофель как это случилось человек его знает и как это можно было сделать короче я ничего не выдумываю это центральная пресса не выдумываю было сказано с помпой что вот наконец вы видите у нас же бич колорадский жук он жрет и уменьшает урожай а где-то он по часу съедает в субботу вот то есть бич бедствия невероятно и вот было с помпой сказано появилась сорт картофеля колорадский жук его съедает и подыхает вот а значит а как это было сделано туда внедрили ген какого-то врага колорадского жука который травится сразу умирает и я так подумал боже тело умы а нас за что ну понятно колорадского жука убивать надо каким-то мы их руками помните мы их этим самым солярку вот что мы только не делали у меня была эта самая теща настолько серьезная что мне заняться было нечем я ходил с баночкой и собирал колорадский жуков потому что попробуй я не послушаю съезд съезд буквально вот это все было и вдруг бах караул а я так подумал а картошку мы едим тоже колорадский жук он маленький тысяча раз меньше нас но он съел умер а мы съели и не заметили но мы то едим ее годами значит что нас ждет сроченной болезни и смерти я так подумал а что было сейчас а где эта картошка а не едим ли мы ее а почему все молчат теперь а почему исчезли таблички сделаны с ГМО сделаны с ГМО сделаны с ГМО это был закон а сейчас что бутерброды из 10 ингредиентов есть там хоть один с ГМО или нет наверное какая есть вспомните миллионы этих гектаров сои динаминфицированные там да сои хотите иметь это бобовая культура у нее своих врагов столько ее все любят все если ты ее не защитишь она себя не защитит не будет никаких урожаев а без сои весь мир голодать будет у нас есть два понятия картофель и соя без которых мир умрет и тогда получается что именно они так как раз оказались перед он в фронте борьбы с нами что мы сейчас едим вот я фотографию сделал быстро быстро раз фотоаппарат настрел это ГМО или не ГМО все забыто а уровень жизни падает почему а больной человек не может нормально трудиться он не может родить больной человек здоровых детей сколько у нас этой дряни грязи в организме а уровень жизни падает а тут тут у меня этот один знакомый онкологии у второго у третьего у пятого да что ж вокруг борется то кому-то выгодно ну давайте хоть вот такими вот я хоть будоражу немножко вот я сделал фильм он выйдет сразу после вот вначале мой брат разместит вот эти вот разделит на части вот этот вебинар ну на другом канале другие подписчики чтобы побольше народу хоть вот даже мало через неделю дай бог будет 400 человек а то и 300 вот а так хоть разойдется по маличку и на яндекс потом попадет и так далее и все равно и все после этого выйдет фильм это будет скорее всего завтра поздно опять открытое письмо президенту России от гражданина Железова точка третья попытка точка докричаться досучаться я вот такие темы по новой вот потому что очень плохо дела наши очень плохи вот дело в том что и так нас этот коронавирус подкосил я боюсь что мы можем просто перестать сопротивляться болезням сопротивляться а мы уже не сопротивляемся вот видите я почти закончил за упокой но эти темы я продолжаю будоражить так сейчас мы с вами ну что такое 53 минуты 7 минут чтобы не показать этого уникального человека Алексея Макарова я не могу вот его телефон вот он видите хотите запишите хотите запомните уж больно у него крутой телефон вот смотрите как благодарность к нему я хочу закончить вот этим письмом вот потому что наше дело правое как говорил Сталин добрый день хочу выразить огромную благодарность Алексею Макарову вы уже поняли Макарову смотрим осенью 21 года приобрели у него садин цепешника Шаханский ну вот догадались Хасанский ну так ошибка и абрикос первенец получили подробную консультацию по уходу и выращиванию так как массоводы еще те но к при большому удивлению весной 20-го года деревья зацвели абрикос хорошо у перчика 20-й вот заметьте когда посажены были 21-го осень а весной уже цвели до последнего заметьте а весной уже цвели то есть однолетние но до последнего не верят что лету что-то получится персик в этом году не удалось попробовать абрикос порадовал дети ели с удовольствием хотя равнодушные были к ним попробуйте эти магазины это покушать так не устояли перед сладостью и ароматом персики будем ждать в следующем году теперь верю на 100% уж их попробую тут уж не зря на 100% верить все бывает но все равно энтузиазм он их заразил так зато теперь мои дети увидели как цветут растут плодоносят эти экзотические деревья до Каус-Каус представляете абрикос экзотика до Каус-Каус-Каус это что такое Бакаров видователи железа Каус-Каус-Каус-Каус нет научных кругов если только учили людей это обрезки до конца вот что беда спасибо вам Алексей теперь заставлюсь только к вам вы поняли наше дело правое ребята вот я с гордостью говорю потому что Алексей самостоятельная личность во многом он меня превосходит вот на то что назвал меня своим учителем для меня это знаете какой-то какой гордость я преисполнил сам макаром меня считает учитель а какой он ученик вот смотрите макаром учитель вот так ребят поздравляю Алексей нас прибавилось все ребята иначе используем следующий вебинар давайте на этом закончим и сейчас перейдем в ту комнату вот кстати сказать сейчас у нас я всегда берегу эти минуты три минуты осталось официально для нашего этого тогда я что делаю я тут открыть ватсап не могу там полно чужих телефонов а я скрою на телефоне кто-то тут это что-то мне писал сейчас посмотрим о ну нормально перевод 200 рублей Антон К Гордина Колесникова это ты? а почему? а потому что а лишний фильм будет сделан вот и все спасибо Антон за этот за эти 200 рублей для меня это дороже чем если в другой раз 1000 или 5 потому что мы с вами из породы людей таких небогатых товарищ Колесников так спасибо я тронут теперь еще это я еще не зашел ватсап сейчас еще есть у нас целая минута так данное сочтение удалено ладно видео прислали смотреть не будем не до этого все вот письма открывать не будем они личные давайте просто зайдем вот сюда вот кстати Татьяна Трошева абрикосы крупноплодные королевские ассорти я не буду открывать ее письмо то ли куцки то ли черенки и то и то у меня есть вот и тогда все пока все заходим в ту комнату смотрим что мы имеем так теперь нас больше стало меньше меньше не стало больше не стало мы расстаемся на 5 минут на 6 и мы поговорим письма есть о чем поговорить есть все 5-6 минут я на кухне не стало на кухне Anything 何 то Продолжение следует...